Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы рассмотрим захватывающую партию, состоявшуюся в рамках супер-турнира, проходившего в испанском Ленаресе в феврале 2002 года. В этом поединке сошлись два лучших на тот момент украинских гроссмейстера – молодой Руслан Пономарёв и многоопытный Василий Иванчук. Чтобы понять всю принципиальность этого украинского дерби на испанской земле, необходима небольшая предыстория. Дело в том, что эта партия игралась ровно через месяц после окончания матча за звание чемпиона мира по версии Фиде, в котором, как известно, Руслан Пономарёв сенсационно победил Василия Иванчука. После матча Василий Михайлович в сердцах сказал, что если бы был проведён матч-реванш, то игра шла бы только в одни ворота, имея в виду своего недавнего соперника. И вот жребий свёл этих шахматистов в первом же туре Ленаресского супертурнира. Каждый из них хотел победить. Один, чтобы доказать случайность своего поражения в недавнем матче. Другой, чтобы подтвердить закономерность своего пребывания на шахматном троне. Как мы видим, компромисс между этими двумя известными шахматистами не был возможен изначально. И партия подтвердила это своей результативностью. Итак, Е4 сыграл Пономарёв, который владел белыми фигурами. Иванчук ответил ходом Е6. Д4, Д5. На выбор дебюта этой партии также повлиял результат недавнего матча. В первом поединке того титульного боя Василий Иванчук также чёрными разыграл французскую защиту и проиграл в 23 хода. И в этой партии Василий Иванчук хочет доказать своему молодому сопернику, что умеет играть французскую защиту и готов с ним тут побороться за победу. Руслан Пономарёв избирает самое принципиальное конь С3. В упомянутом поединке Василий Иванчук избрал классическое конь Ф6. А тут играет острый вариант Венавера. Слон Б4, Е5, С5, А3. Размен на С3, конь Е7. У белых весьма широкий выбор. Довольно часто избирают позиционное продолжение конь Ф3. Также неплохо А4 с идеей слона А3. В наше время сильные шахматисты часто играют А4. Но Руслан Пономарёв избрал самый принципиальный в этой позиции ход, поставив Ф4. Он атакует пешку Ж7. И здесь, конечно же, любители острой борьбы бьют на Д4 или играют Ф7, жертвуя пешке на королевском фланге, создавая иррациональную позицию. Но Василий Иванчук играет иначе. Он делает короткую рокировку. С одной стороны, он сразу же создает объект атаки для фигур соперника. Но с другой, если черные вовремя проведут продвижение Ф7, Ф5, то могут получить весьма неплохие шансы в миттельшпиле. На заре развития этого варианта белые неизменно выводили коня на Ф3. Но последующая переоценка этого разветвления варианта Венавера привела к тому, что белые чаще всего стали делать ход слон Д3. Это продолжение и в наше время считается самым точным. Здесь черные могли сыграть конь БС6, но Иванчук предпочитает конкретное Ф5, нападая на ферзя. Взятие на проходе, ладья бьет Ф6. Слон Ж5, ладья отходит и Ф5, нападая на пешку. Черные вынуждены продвинуть одну из пешек королевского фланга, ослабив этот участок доски. Довольно часто играют А6, но Василий Иванчук решил напасть пешкой на ферзя. Тот отошел на Д1. Таким образом, белые ослабили черные поля на королевском фланге, что в отсутствии чернопольного слона черных может оказаться опасным. Но после конь БС6 с нападением на пешку и конь Ф3, черный ферзь занимает боевой пост на Ф8, пытаясь контролем черных полей заменить отсутствующего слона. Два нуля играет Пономарев. От черных требуется определенная точность. Например, если сделать естественный развивающий ход слон Д7, то можно попасть на конкретный вариант. Белые забирают на Ц5, а после Е5 с угрозой вилки играют Ц4. На Е4 ЦД, контратакуя коня, взяли-забрали слон Ц6 и слон Ц4, используя связку. На ФЖ следует простое ладья Е1 и белые добились решающего преимущества. Поэтому Василий Иванчук закрывает центр, играет Ц4, слон отходит на Е2 и А6. Слон Ц1. На начальной позиции слон работает сразу по двум диагоналям. Контролирует линию Ц1-Х6, держа под прицелом пешку черных, а также всегда готов войти в по диагонали А3-Ф8 после предварительного продвижения пешки. Слон Д7 играет Иванчук. Эта позиция уже несколько раз встречалась в практике сильных шахматистов до этой партии и многие игроки ставили пешку на А4, имея в виду все тот же маневр слона А3. Но Руслан Пономарев демонстрирует новый для того времени план, отводя коня на Е1. Его идея состоит в том, чтобы поставить пешку на Ф4, препятствуя ходу Е6-Е5, а коня расположить на Ж2 после предварительного Ж2-Ж3. Понимая, что ход Ф2-Ф4 нужно затруднить, Василий Иванчук ставит пешку на пятую линию. Но если бы он сыграл Е5, то после взятия конь Е5, конь Ф3. Белые возвращают коня на эту позицию и просто давят на отсталую слабую пешку Д5, получая серьезное позиционное преимущество. Поэтому вместо хода Е5 Иванчук сыграл Ж5. Белые планомерно двигают пешку на Ж3, конь Ф5, конь Ж2, ферзь Ж7 и наконец Ф4. Конь Д6 играет Иванчук, имея в виду перевод коня на Е4. Пономарев заранее защищает пешку С3 ходом ферзь Е1. В этом положении ход конь Е4 приводил лишь к потере времени. Потому что после слона Ф3 поддержать своего коня черные не могут, нужно отходить. Но лучшим решением в этой позиции было блокирующая королевский фланг Ж4. Далее конь переходит на Ф5. Если белые сыграют конь Е3 и на Х5 пойдут Х3, то черные временно жертвуют пешку, продолжая маневр коня. Конь Е7, взятие, забрали конь Ж4, конь Е4 и далее конь Ф5. У белых появилась уязвимая пешка на Ж3, которую будет очень трудно защитить. Поэтому после Ж4 лучше сыграть А4 с целью вывести слона на А3. На конь Е4 ладья Б1. Таким образом белые уходят от двойного удара после возможной жертвы коня на Д4 и дальнейшего ферзь бьет Д4 шаг. Б6 играют черные и наконец взятие на Ц4, которое напрашивалось сразу. Конь Д4, взяли ферзь Д4. Теперь это просто нападение на короля. Закрылись и после взятия на Ц4 ладья Б4. Конь Д6, слон Б2, ферзь Ц5. Это очень сложную позицию, в которой и у белых и у черных есть свои проблемы. Компьютер оценивает как равную. Но вместо того, чтобы уделить внимание королевскому флангу, Василий Иванчук начинает контр-игру на фланге ферзевом и ставит пешку на Б5. Далее планируют А7, А5 и Б4, подрывая базу пешечной цепи белых. Этим ходом Василий Иванчук также препятствует продвижению А4. Сыграй Пономарев так, после Б4 он передал бы преимущество в руки соперника. Поэтому Руслан Пономарев на Б5 играет ФЖ. Ладья Ф1 шаг, слон Ф1 и ХЖ. Черные сейчас готовы продвинуться в центре. Ход Е6, Е5 находится на повестке дня, поэтому Пономарев препятствует планам соперника, играя КНЕ3. При этом он берет под прицел пешку Д5. Формально ход Е5 был возможен, потому что после взятия черные также запирают пешку. Но слон Ж2, имея в виду ход КНЕ7, с идеей использовать незащищенное положение ладьи. Та становится на Ф8, ФД2 нападая на пешку. Далее Ладья Е8 с целью зайти по первой линии, но слон Б2. Здесь слоны белых очень опасны. Угрожает взятие на Д4. Контроль над черными полями обеспечивает белым большой перевес. Поэтому вместо хода Е5 Иванчук поставил ладью на открытую линию и слон Ж2. Черные продолжают игру на ФФ, играя А5. Слон Д2. Здесь Василий Иванчук сыграл крайне нелогично. Ему нужно было продолжить надвигать пешки на ФФ, то есть сыграть Б4. Как показывает анализ, в этом случае получается весьма сложная обоюдоострая позиция с примерно равными шансами. Например, АБ, АБ, ладья А6 и БЦ. Слон С3, Конь Б5. В этой позиции белые играют Конь Д5, используя тактический ресурс после Слон Д5 двойной удар. Поэтому черные забирают на С3. Если забрать на С3 ферзем, то черные бьют на Д5, а после шаха отступают Королем на Х8. И на Слон С6 следует двойной удар ФФ6 с угрозой мата и взятия на С6. Белые здесь теряют фигуру. Поэтому на С3 белым нужно брать Конем, уводя его из-под боя. Но ФД4 шах, Король Х1 и Конь Б4, нападая на ладью и пешку. Белые здесь могли сыграть ладья А5, контратакую пешку Ж5. Но к более конкретной игре ведет ладья бьет Е6. Жертва качества. После взятия ФЕ6 шах, Король Х8. Снова шах. Белые забирают еще и пешку на Ж5. Черные защищаются. ФЕ2. За качество у белых две пешки. Позиция примерно равна. Но в нашей партии Василий Иванчук, видимо считая, что ход Б4 он еще успеет сделать, пошел ФЕ6, усилив контроль над белыми полями. Возможно, он хотел сыграть Конь Е4 и после размена забрать ФЕ3. Но белый Конь идет на Ж4 и Пономарев захватывает контроль над важным пунктом Е5. Если черные сыграют тут Конь Е4, то белым лучше не сразу меняться, а сыграть сначала ФЕ3. Нападением на пешку Ж5 вынудить размен на Д2. И эта позиция явно в пользу белых, потому что у них хороший слон против плохого слона соперника и простая игра по вертикали Е. Также не очень хорошо и взятие на С2. Ведь белый Конь, покинув поле Е3, бросил свою пешку. Слон Ж5 играют белые, получая пару связанных проходных. И тут прорыв Б4 не проходит. После взятий забираем Конь Д4, слон Е7 двойной удар. Поэтому Василий Иванчук сыграл ладья Ф5, дополнительно защитив пешку Ж5. Ферзь Е3. Руслан Пономарев сковал фигуры соперника защитой слабости на Ж5. Василию Иванчуку ничего не остается, как просто стоять на месте. Он играет король Ж7 и после ладья Б1 ставит короля на Н7. Такая потеря времени не может остаться безнаказанной. Руслан Пономарев находит возможность вскрыть позицию на ферзевом фланге. Ходом пешки на А4 он сразу же активизирует две свои фигуры. После взятия на А4 открывается линия для ладьи, а слон перейдет через С1 на А3. Ход Б4, как и раньше, не работает. Белые забирают после взятия слон Б4, взяли-забрали. В этой позиции у белых лишняя пешка, к тому же и проходная, в то время как поле Е5 является серьезной дырой в позиции соперника. Поэтому БА сыграл Иванчук, только так тут нужно играть и Пономарев поставил слона на С1, имея в виду уже рассмотренный ранее маневр. Ладья Ф7 играет Иванчук, слона А3, нападая на коня. И здесь Василий Иванчук решил запутать игру, пожертвовав фигуру. Естественный отход коня был лучше, но если пойти конь Е4, то после взятия забрали конь Е2, без слез на позицию черных не взглянешь. Их пешечная структура напоминает решето. В то же время ход конь Е5 был весьма неплохим. Ферзь отходит, ферзь Ж7, слон С5. У белых два слона и стойкое позиционное преимущество, но вся борьба впереди. В партии же Василий Иванчук пошел ферзь бьет С2, напав на ладью. Ладья С1. Сейчас у черных под боем две фигуры, конь и ферзь. Но ферзь Ф5, контратакуя коня соперника. И в этой позиции Руслан Пономрев сыграл слон А3, имея в виду вскрытое нападение на черного ферзя после отхода своего коня. Теперь уже конем с Д6 точно нужно отходить. Но если пойти конь Б5, атакуя слона, то конь Е5, контратака ферзя. Если пойти ферзь Ф2, взяли забрали, то здесь лучше даже не ладью брать, а забрать на Д7. Ладья отходит, слон Б2, А3 слон А1. В этой позиции у белых лишняя, хотя пока что и не очень-то активная фигура. Все же такой большой материальный перевес рано или поздно скажется. Поэтому после конь Е5 лучше не ферзь Ф2 играть, а просто забрать слона. Ну и белые тоже просто забирают на Ф7, угрожая вилкой. Король Ж6, ладья Ф1, защищая коня с угрозой ферзь Ж5. А на ферзь Х5, ферзь Ф2. И черные ничего не могут противопоставить атаке на своего короля. Поэтому Василий Иванчук сыграл конь Е4. Пономарев ответил ходом конь Е5. Вскрытое нападение на ферзя. Если тут забрать слона, то взятие на Ф7 с угрозой конь Ж5. После ферзь Ж4 проще разменять коней. Конь Д6 взяли-забрали. У белых выигранная позиция, потому что они ставят ладью на Ф1, атакуя короля соперника. В то время как пешки по вертикали А не имеют шанса пройти в ферзи. Поэтому после конь Е5 Василий Иванчук сыграл ферзь Ф2. После взятия, если забрать конем, то конь Ф7 и на конь Х3 король Ж2. Ж4 ладья Б1. Позиция техническая. У белых очень активные фигуры. Лишнее качество скажется. Поэтому на Ф2 Иванчук забрал ладьей. Конь бьет Д7, ладья А2, атакуя слона. Тот отходит и конь Д2 с угрозой конь Ф3. Здесь перед Пономаревым был выбор. Защититься от грозящего шаха ходом слон Ж4, либо слон Ж2. Лучшим было все-таки первое. После А3, конь Ф8, шах, король А6, конь Е6. Пешка А не пройдет в ферзи, потому что для ее продвижения вперед нужно убрать ладью. А как только она уйдется 2, пешка теряется. Здесь наладить координацию своих фигур черным не удается. В партии же последовала более слабая слон Ж2. Разницу в этих ходах мы с вами поймем чуть позже. А3 играет Иванчук. Конь Ф8. Нужно отойти королем. Но куда? Как показывает анализ, ход король Аш8, который сам Пономарев считал наиболее упорным, приводит черных к поражению. Правда, в этом случае придется расстаться с частью лишнего материала. Конь Е6, конь Б3, нападая на ладью. Та отходит и ладья Ж2. В этом-то и разница в расположении слонов на Ж2 и Ж4. Здесь черные, забирая слона соперника, с темпом освобождают путь своей проходной. Но после король Ж2, А2, конь С7, А1, ферзь, забираем, бьем, конь бьет Д5. Это легкофигурное окончание для белых выиграно. Например, конь Б3, король Ф3. Взяли-забрали, пешка движется вперед, и белые просто играют конь Е3. После А3, конечно, не нужно брать на С4, а играем конь С2. После А2 король Е4 и разница в активности королей, а также материальное преимущество белых, решает. Конь А5, король Д5, конь Б3. Да, черные могут поставить на доску ферзя, ну и у белых тоже будет ферзь. Позиция для белых абсолютно выиграна. Поэтому Василий Иванчук, предвидя возможный переход в окончание, решил поставить короля поближе и сыграл король А6. Он надеялся на все тот же вариант со взятием на Е6, но здесь Руслан Пономарев подмечает возможность создать атаку на вражеского короля, используя его довольно опасное положение относительно белых фигур. Ладья Е1 играет Пономарев, нападая на пешку Е6. Здесь возможны различные варианты. Если сыграть конь Е4, перекрывая вертикаль Е, то после размена белые просто бьют на Е6. Шансов провести пешку А у черных нет, а у белых уже лишний слон. Если же пойти конь Д8, защищая черную пешку, то взятие с разменом, далее король Ж7. Тут не нужно только брать на Д5, в этом случае черные удачно соскакивают на ничью. После шаха король Ж2, А2 с угрозой ладья Ж1 и белым нужно давать вечный шах. Ладья Е7 и курсируем по вертикали Е ладьей. Поэтому на король Ж7 лучше не брать пешку Д5, а проявив сдержанность сыграть ладья Е7. На король Ж6 вернуться на Е1, сохраняя решающее материальное преимущество. Черные вынуждены отвести ладью, потеряв при этом важную пешку. Бьем слон С5. Конечная победа белых не вызывает никаких сомнений. Еще один вариант. Если черные сыграют конь Б3, то в этом случае белые создают атаку на черного короля, забирая на Е6. Король Ж7, ладья Ж6, король Ф7, слон Д5 шах. И забираем еще и на С6. У белых и материальное преимущество, и мощная атака, которая вскоре закончится матом. Поэтому Василий Иванчук сыграл Е5, не давая ладье подключиться к атаке на черного короля. Пономарев забрал эту пешку. Если тут сыграть конь Б3, делая ставку на отход ладьи и далее продвижение пешки А, то белые отводят слона на Д6 и используют свою проходную по вертикали Е. После все того же взятия и на король Ж2, А2, белые спокойно играют Е6. Поставили ферзя, взяли, забрали Е7. Здесь уже черные вынуждены отдать свою фигуру за проходную пешку. Конь Е7, слон Е7, Д4, последние попытки прорваться, но СД, С3, Д5, С2 и слона А3. Дальнобойный слон задерживает пешку. Готов даже отдать свою жизнь за новоявленного ферзя, но, как вы понимаете, все решит проходная пешка белых по вертикали Д. Поэтому Василий Иванчук не стал играть конь Б3, а поставил свою пешку на Ж4. Белые играют Е6, конь Ф3 вилка, взяли, забрали. Василий Иванчук ставит последнюю ловушку в этой партии. Угрожает пешечная вилка Ф2. И если бы здесь Руслан Пономарев опрометчиво сыграл Е7, то выпустил бы победу. Посмотрите, какой интересный вариант, довести который до конца удалось благодаря мощи современных компьютеров. В то время как прокомментировавший тогда эту партию Руслан Пономарев считал, что и ход Е7 тоже выигрывает. После взятия на Е7 белые могут сразу забрать коня или сначала дать шах на Е6. Если забрать коня, то ладья Ж2, король Ф1 и А2 с угрозой А1 ферзь. У белых большое материальное преимущество, но мощная проходная пешка черных не дает им победить. Слон Е3, король Аш5, ладья Е5, король Ж4, шах король Аш3, еще раз шах. И тут нужно удовлетвориться ничьей вечным шахом. Поэтому лучше сначала дать шах ладья Е6. Надеюсь, после король Ж7 забрать коня. Король Ж отходит на пятую линию, Аш3. Другие ходы тоже не давали победы. Тот же маневр ладья Ж2, шах король Ф1. И дальше не А2 сразу, а предварительное конь Ф5. Если теперь забрать на А3, то конь бьет Ж3 и черные даже побеждают, двигая пешку на Ф2 с шахом. Но, как вы заметили, конь подставился под пешечную вилку. Правда, ход Ж4 все равно не дает белым победы. После король Аш4 взятие следует А2. И вновь у белых большой материальный перевес, но нужно спасаться. Чуть ли не единственными ходами. Ладья Е1, ладья Б2, с угрозой ладья Б1. Шах король Аш3, Ф6, ладья Б1, Ф7. Но белые чуточку не успевают. После взятия слон Е1, А1 ферзь, конь Ж6 с идеей Ф8 ферзь. Точными ходами черные форсируют вечный шах. Ф2 играют с угрозой взятия на Е1. И это мат. Поэтому нужно брать пешку. Ферзь Б2, король Е3 и ферзь Б6. Двойной удар. Но, конечно, после король Д2 коня не берем, потому что белые ставят своего ферзя. А продолжаем шаховать. И получается ничья. Таким образом, играя здесь Е7, белые выпускали победу. Но своим точным 45-м ходом, король Ф1, Руслан Пономарев избегает этой коварной ловушки соперника и заставляет Василия Иванчука сдаться. Сейчас маневра ладья Ж2 с шахом и далее А2 уже нет. После отхода ладьи неизбежно теряется пешка А3. Поэтому Василий Иванчук и признал свое поражение. Вот такая очень интересная, насыщенная, полнокровная борьба двух принципиальных соперников. Нужно сказать, что положение черных пешек на ферзьевом фланге в этой партии очень интересно перекликается с позицией черных в пятой партии титульного матча, в которой Василий Иванчук также имел пару сдвоенных пешек по вертикали А. Но проиграв тот поединок, лишился шансов сравнять счет и постепенно матч проиграл. Вот и в этой партии Руслан Пономарев доказал, что выигрыш и матча у Василия Иванчука был совершенно не случайным. Нужно отметить, что большинство поединков между этими двумя выдающимися украинскими гроссмейстерами проходили в подобном ключе. Игра буквально до голых королей, до полного истощения всяческих ресурсов для того, чтобы добыть желанную победу. Если это видео понравилось, то не забывайте поставить лайк. Если не понравилось, то напишите почему и лепите дизлайк. Также пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу этого интереснейшего поединка. Ну и не забывайте подписываться на канал Шахматы для Всех. Один из крупнейших и интереснейших русскоязычных шахматных каналов на Ютубе. Большое спасибо за внимание. До свидания.